Всем привет! Вот есть Toyota Vista Vista в 50 кузове. Вот вам показываю. Поворачиваю ключ зажигания. Вот видите, поворачиваю и здесь вот сбоку должны загораться лампочка чек-эйндж, аккумулятор ну и там какие-то другие. Короче говоря, почему-то не горят. Не знаю почему. Работало все, ездил, все было нормально. Значит, первое, что в голову приходит, где-то перегорел предохранитель. Предохранитель тут в нескольких местах. Есть предохранители под капотом, предкомпьютер управляющий двигателем, а вот здесь вот это предохранитель, блок предохранитель. Значит, что я делаю? Мне нужно в первую очередь проверить. Работает недавно. Чтобы проверить, специальная кнопочка, вот так, кнопочка, нажимаем ее. Вот она, блок предохранителей. Чтобы проверить вот этот блок предохранителей, вот они все предохранители. Вот один ряд, второй ряд, третий ряд. Вот это релюшки. Ну, каждый отвечает за свое. Вот при помощи мультиметра. Снимаешь мультиметр? Да. Значит, начинаем проверять, не снимая предохранителей с блока предохранителей. Значит, проверяем один. Работает. Второй. Работает. Работает. Значит, проверив все предохранители, скажу заранее, все работает. Значит, ладно, работает. Пошевелевых на всякий случай. Ну, мало ли, может что-то, может, не работать. Закрываем. Так, здесь, в этой части предохранителей, скорее всего, больше нет. Может и есть, но я думаю, что панели относящейся нет. Ничего не включается, только загорается, что дверки открыты и пристегнуть ремень безопасности. Ладно. Блок предохранителей Тойоти Виста. Тойоти Виста в 50-м кузове есть еще вот под перчаточным ящиком со стороны пассажира. Вот если вот так открыть, и его здесь не видно. Значит, мы что делаем? Нужно сначала снять перчаточный ящик. Чтобы его снять, здесь есть два шарнира на пластиковых таких, как сказать, как правильно, пипки, или как правильно. И вот, чтобы их снять, можно при помощи отвертки, можно, ну, я вот при помощи пинцета подковыривал. Здесь вот снизу посмотреть можно? Хочу поближе показать. Я не знаю, видно будет, нет. Вот эта вот пипка, вот ее нужно одно отодвинуть сначала. Отодвинуть. Вот, выдвинуть. Вот она, вот она какая. Вот она какая, пипка эта. Вот снимаем ее. Вот эта вот серединка выдвигается, потом задвигается назад, когда уже вставлять. Вот. И вторую также, вторую также пипку, вот эту вот пипку, также отодвигаем. Вот вторая пипка, или как правильно ее назвать, шарнир пластиковый. Вот он, вот она шарнир. Теперь берем, открываем замочек, или как, задвижку, вытаскиваем перчаточный ящик, вот, и попадаем в блоку предохранителей. Вот он, блок предохранителей. Точно так же, при помощи мультиметра, не снимая предохранителей. Вот, начинаем проверять блок предохранителей. Один, второй, вот тут сверху металлические такие есть отверстия, именно для проверки. Все проверил, все предохранители целые, кроме вот этих вот четырех. Раз, два, три, четыре. Вот эти интересные предохранители, я, кстати, их увидел на Вести, именно на Вести первый раз. До этого никогда не видел на других машинах. Ну, а чтобы их вытащить, я попробовал пинцетом, вот, предохранители. Вот, видишь, не захватывает это. Взял вот такие плоскогубцы, немножко кривые, ну, чтобы удобно было подлезть. Раз, вытащил, вот они, предохранители. Видите, тут вот перемычки, кто-то уже поставил перемычки из медной проволоки. Это, конечно, ненормально, надо цельно. Вот, вот, скорее всего, вот в этом предохранителе и была. Скорее всего, в этом предохранителе и была у нас причина. Вот он, еще раз. Нету, есть. Вот эти три должны звенеть, один не звенит. Значит, вот эти вот три звенят, а вот в этом один не звенит. Вот она, скорее всего, неисправна с нем. Вот нужно заменить предохранитель. Так, ну-ка на просвет посмотрим. Скорее всего, вот он и порванный. Ну-ка, еще раз. Еще техника на грани фантастики. Вот он, не работает. Ну-ка, еще раз. Сюда теперь вставляем. Так, вставили. Попробуем включить, работает прибор или нет. Ключ зажигания. Включай. Ну, заработали. Вот эти вот приборы. Видите, лампочки загорелись. Вот эти вот лампочки не горели. Вот теперь они загорелись. То есть, переключение скоростей. Потом, вот она, ремень безопасности заморгал. И аккумулятор, АБС. Ну, все, неисправность устранена. Значит, что хочу сказать. Вот эта вот панель приборов. Вот она. Значит, что, переключение скоростей. Вот она. Потом АБС. Проверить двигатель. Check-in. И зарядка аккумулятора. За это отвечает предохранитель. Который находится. Который находится. Один, два, три, четыре. Вот этот вот третий предохранитель. Вот он, третий. То есть, два здесь, два здесь. Вот второй, вот здесь вот, сверху. Это отвечает за панель приборов. Ну, не знаю, такие предохранители вроде дорого стоят. Можно, конечно, перемотать. Лучше, конечно, поменять предохранители. Теперь собираем все в обратном порядке. Значит, предохранитель на месте. Предохранитель на месте. Ставим. Ставим перчаточный ящик. Перчаточный ящик. Стараемся попадать. А, вот здесь вот такие вот есть. С этой стороны. Вот как бы держатель, чтобы ящик не выпадывал. И вот с этой стороны. Вот так заводим. Сначала один, второй. Потом вставляем на место. Защелкиваем. Так вот плотненько прижимаем, придерживаем. Вставляем вот эти штучки. Сначала в одну петлю. Раз. Это как бы замочек. Это вторая петля. Ну и все. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.